Ну а это самка Рыбного Орла. Вот видно, что я сегодня смотрел эту трансляцию, но не записывал. Как раз вот далеко до меня, от меня была фотокамера со штативом, и я не стал уже там светиться и доставать это все, а просто смотрел. И в это время я вот видел, это где-то может быть часа два назад, самец прилетал вот с сухой соломой, несколько раз неожиданно он появлялся, при этом самка поднималась слева на край гнезда, отходила и видно были те же самые три яичка, которые самка насиживает. В общем, самец запасает сухую траву, тонкую, мягкую. Видимо, понимает, что скоро появятся птенцы. А сидит эта самка на гнезде уже, я думаю, три недели точно. Может быть там без одного-двух дней. Не помню точно, сколько времени высиживают эти яички, те птицы. Ну, где-то, помнится, три с чем-то недели инкубационный период составляет. Ну, вот, так что я думаю, на днях здесь появится и один или сколько-то там для начала птенцов. Погода здесь сейчас отличная в Латвии. Это также окрестности Дурбе, примерно так же в 23, может быть, 5 километрах от восточного побережья Балтийского моря. То есть море западнее находится с этого места. Вот, погода отличная. И вот последние где-то 2-3 дня, хотя температура не очень высокая. 14, 13, 14, 15 градусов. Но вот уже, можно сказать, уверена, что лето наконец-то наступило и здесь, в нашей широте географической. А в воскресенье, обещается, температура будет 20 градусов. А в ближайшие дни там будет 16, 17, 18. Также безоблачно и вот солнечно будет. Но 20 градусов температура была где-то дней, наверное, 6-8 назад тоже. В один из дней температура достигла 20 градусов здесь, вот в Юрмале и в Риге. Ну, а Дурбе чуть-чуть южнее находится. Это на уровне примерно Лепаи, города Лепаи. А вот это поюжнее. Ну, немного, но может быть около 100-120 километров южнее, чем Рига. По широте географической. Поэтому там, наверное, чуть и даже потеплее. Потому что мы знаем, что с каждыми... там 11, кажется, градусами южнее температура повышается. Нет, пожалуй, на 100-100 километров южнее каждого пункта, значит, к югу на 100 километров температура воздуха повышается на 1 градус примерно. Так что, если вот на широте Риги, а это где-то 56 градусов северной широты, ну, с минутами там, 56 с чем-то побольше. А вот с каждыми 100 километрами южнее температура повышается, так как солнышко уже ближе к зениту располагается. И температура повышается на 1 градус. Соответственно, если, значит, больше это двигаться к югу, то и температура все выше и выше повышается. Вот самка я и без записи, когда смотрел сегодня просто так трансляцию, то смотрел, видел, что она, это принесенная самцом сухое вот это, можно сказать, сенцо мелкое, травку сухую, перекладывает. То вот направо кладет, то налево, что-то ей все не нравится и хочется как-то поуютнее это гнездо обустроить. Ну, вот такие новости. И мы сейчас видим время внизу влево, слева 21 час 30 минут 28 мая 2020 года. Ну, посмотрев я в другие гнездо, там малого аиста на березе и на еле, там птенцов, на березе там два птенца, но их не видно. Значит, в перьях они закрыты, а в гнезде на еле, там самка такая, ну, круглые сутки почти спит и спит. Не знаю, сколько я смотрю на ней сейчас, здесь, как она появилась на гнезде дней 10, уже 15, то она постоянно спит. Ну, вот в этом гнезде, в этом гнезде, там птенцов не видел. Там и гнездо очень сложно увидеть, так как в углублении находится гнездо. Яички я там, мне кажется, один раз только видел, одно яичко, что ли там было. В гнезде, значит, ястреба куриного по-прежнему два птенца, уже выросшие, и самка сидела отдельно от гнезда, там, в нескольких метрах, там, наверное, метра два-три, на сучке. Вот, ну, на одном из сучков, где гнездо расположено. Ну, ничего там интересного нет особо. Я только могу сказать, что и раньше упоминал, что два яичка там уже не видны. Одно там несколько дней назад видно было, а было два там. Или оно закрыто как-то, или постоянно закрыто, накрыто птенцами. Птенцы тоже там прижимаются один к другому, друг к дружке. И им теплее, они же чувствуют, что друг от друга тепло исходит. И поэтому они стараются, им это комфортно, и они стараются, ну, держаться вместе, вплотную. А так как стало тепло, то самка вот уже и отличаться стала подольше. И если и бывает, то вот уже стало сидеть на суке, а не в гнезде почаще. Хотя и в гнезде тоже с ними сидит. Ну, несколько дней назад, когда прохладнее было, там 11-12 градусов температура, то самка сидела в гнезде и укрывала этих двух птенцов своими крыльями. Ну, вот здесь слышен был, мне кажется, или журавлиный клик, или, может быть, даже лебеди кликунов. Раньше, там уже где-то полмесяца назад, побольше, они пролетали. Я даже издали заснял, как вот два лебедя пролетели вдали, мимо гнезда. Ну, очень далеко они были, поэтому их, ну, в мелком измерении их можно было видеть. А здесь часто слышна кукушка. Вот скоро к вечеру она почаще будет куковать. А пока делаю перерыв. Вот какой-то там скрик был слышен какой-то птицы издали. Вот опять. Может быть, не все звуки слышны в микрофон. Доносится до микрофона. Но я их слышу хорошо. Вот еще хочется заметить, что самка не просто так вот сидит безмятежно на гнезде, когда высиживает яички. Она как бы постоянно настороже. Вот глаза у нее такие настороженные. Все время смотрит во все стороны. Не появится ли какой-то хищник. Потому что это не просто она отдыхает и высиживает яички. Это дикая природа. И поэтому самка не чувствует себя безопасности в полной. Даже и в этом высоком гнезде. Может быть, когда самец появляется, ей немножко становится она увереннее здесь. А так я вот вижу, что у нее, можно сказать, даже говорит о том, что выражение глаз ее. Я думаю, что это допустимо сказать так, что у нее это настороженное такое вот выражение глаз. Она постоянно как бы ожидает вдруг, что бы ни случилось. Так что это время такое не очень простое. И пусть никому не кажется, что вот санки на гнезде сидят так себе безмятежно и отдыхают. А заодно и высиживают птенцов. Нет, они настороже. А это дикая природа. И тут могут быть и хищники мощные, такие как орлы белохвостые или вот, как их здесь в Латвии называют, морские орлы. Вот какие-то крики какой-то птицы слышно продолжительные. Так, ну ладно, заканчиваю я запись очередную. Перерывчик. Перерывчик. Перерывчик.